Рыба – это довольно сложная тема для России, потому что в России не во всех городах есть своя рыба, но есть речная. Вот по рыбе у меня вот такой вот самый главный совет – это старайтесь использовать ту рыбу, которая именно из вашего региона. Потому что при заморозке рыбы часто используют всякие вредные вещества, которые не очень хорошо действуют в наше здоровье. И вот рыба, чтобы она была, водилась в каком-то незагрязненном источнике. Если вы знаете, что в вашем пруду там все сбрасывается, что-то такое можно и нельзя, и из этого пруда ловят рыбу, ну не стоит это есть. Вот в Таиланде просто рыба все гораздо проще, а вот в России, вот я сама из Новороссийска, да, и, ну да, у нас там портовый город, но рыбку я старалась вот есть, которая вот в станицах продается, где у нас там есть чистые пруды, горные речки и прочие вещи, да, которые ловятся у нас в бухте, вот за пределами бухты еще можно. Но сейчас на самом деле, сейчас экологи хорошо за город взялись, сейчас вроде как там уже все хорошо с экологией, они следят за этим всем делом. Но если рыба, вот она откровенно пахнет нефтью или чем-то таким, вот, ну тоже не стоит. Вот когда покупаете рыбу, всегда нюхайте, она должна приятно пахнуть, да, вот рыбный запах, но ничего лишнего не должно быть. Потому что рыба, она полезная, если она не напичкана всякой-всякой гадостью. Также вот я читала статьи просто, что в России, да, вот красная рыба, вот особенно вот не семга, а вот как она называется, горбуша, она подкрашивается, чтобы у нее было вот ярче, красивее мясо. Ну, я думаю, что на взгляд можно отличиться, особенно если вы опытный рыбает, да, хорошую рыбу не очень. То есть она должна быть свежей, она не должна разлазиться, она должна быть плотненькой. То есть, да, вот визуально оценивайте качество рыбы и внимательно нюхайте. Если хотите вот питаться здоровой пищей, всегда нюхайте, доверяйте своему носу. Возьмите за привычку все нюхать. У меня здесь недавно тоже был конфликт с продавщицей Бакалейного. У меня муж там куда-то он ехал, просил, чтобы я ему в труботиках настрогала. Я решила ему ветчинки купить. Там вот мясо такое рубленое. Я пошла понюхать. Ну, я когда покупаю, я всегда вот нюхаю, да, как бы оно хорошо не выглядело, как бы дорого это мясо не стоило. Но некоторые считают, что цена – это залог того, что будет высокое качество. Ничего подобного. Абсолютно. Цена, она никак на качестве, как показывает практика, не зависит вообще. И я взяла понюхать кусочек мяса, который лежал на прилавке. На меня продавщица наорала, сказала, что это вообще нельзя. По тайским правилам это вообще фу-фу-фу. А я потом начала в тех тайцах спрашивать. А мне сказали, ну, это ей просто не понравилось. Потому что нельзя нюхать только ту еду, которую преподносит монахам. А так вот, как бы, если продавец вам не дает нюхать то, что он продает, это уже тревожный звоночек, с моей точки зрения. Потому что, ну, если там вы ничего плохого не унюхаете, то, как бы, да, нюхайте, пожалуйста, это не вопрос, да. Вот все, что, вот мясо, рыба, все, что вы покупаете, нюхайте. Ваш нос вам подскажет. Если запах покажется, вот даже вот если вот, да, вот, фу, да как же рыба может быть приятно пахнуть. Может, то есть, если запах неотвратительный, он так нормально, тошноту не вызывает, да, то все нормально. А если вы чувствуете какие-то вот неприятные нотки такие, все, то лучше проходить мимо. Дверяйте своему носу. Полезный способ приготовления рыбы. Запекаем в духовке, в фольге, в мультиварке. Вот те же способы, что и мясо. Готовим на пару, варим, тушим, готовим на углях и быстрая обжарка. Тоже маленькими-маленькими кусочками быстренько это все обжариваем.